Оптимистичный ролик. Где-то в 2013 году была конференция у нас в Котке, и один довольно известный человек сказал, что через какое-то достаточно короткое время мы уйдем от логистики товаров через границу и придем к логистике информации. То есть через границу будет передаваться не товар, а информация. Тогда это звучало немножечко странно, но вот сегодня, 16 апреля, я наконец осознал всю глубину этого высказывания. Сегодня, 16 апреля, Великий день, сегодня Дума согласовала и подписала закон о российском суверенном интернете. Это значит, что приблизительно в ноябре в России начнется ограждение российского потребителя от иностранного интернета. Но я немножечко не об этом. Я о том, что логистика, вот приграничная, логистика между Финляндией и Россией, в частности, начнет процветать, получит свое второе рождение. В чем она будет заключаться? Она будет заключаться в возможности контрабанды подключения к интернету, возможности контрабанды информации. Соответственно, такая же ситуация появится и на самой границе. Появятся окончики, появятся кожаные чулки, появятся тушканчики. Один из вариантов – это поставить машину в нейтралке в качестве ретранслятора интернет-сигнала. Ну, естественно, за взятку. Это значит перебросить на другую сторону не трубочку с алкоголем для передачи алкоголя, спирта, а проводочек для того, чтобы по нему пошел интернет-сигнал. Витую пару будем перекидывать через заборы. Я думаю, что вот эта логистика финско-русская получит свое второе дыхание, и мы увидим, наконец, расцвет, и мы увидим, наконец, счастье на лицах логистов в Котке. Продолжение следует...